Всем привет! Я приехала в Пушкин. Покажу вам самые красивые места в Царском селе и знаменитую Янтарную комнату. Я поехала в Пушкин с экскурсией из Петербурга по трём причинам. Чтобы не добираться в Царское село своим ходом, а с комфортом доехать на туристическом автобусе. Чтобы пройти в Екатерининский парк и во дворец без очередей. Ведь летом они очень большие. И чтобы наконец-то посмотреть Янтарную комнату. Экскурсию в Царское село я брала на сайте агентства Турсервис. В описании под видео оставлю для вас ссылку, потому что мне очень понравилось. Пользуйтесь! Экскурсия началась уже по дороге в Пушкин. Вся группа сразу полюбила Светлану, нашего гида. Она рассказывала так интересно и живо, что внимательно слушали все, даже школьники и бывалые туристы. Дорога из центра Петербурга до Царского села заняла примерно час. У туристов со всего мира Царское село ассоциируется не только с Имперской Россией, но и с Янтарём. Потому что именно здесь, в Екатерининском дворце, находится легендарная янтарная комната. Ее мы еще посмотрим, а сейчас узнаем немного о янтаре. Все мы узнаем, что именно такой янтарь на Балтике. Цвет ему дало галичное дно. Опускаем его в соленую воду и смотрим, что с ним происходит. Всплывает. На всякий случай возьму камушек побольше, а то вдруг это я просто с маленькими камнями так экспериментирую, тоже опущу его. Тоже на поверхности остался. Вот это молочно-королевский янтарь. Самый старший из всех видов янтара. Его возраст более 5 миллионов лет и лишь 10 процентов от добычи. Вот молочно-королевский янтарь. Бывает бел белее, чем бумага. Тоже на поверхности. Как имитирует янтарь. Берут 5-10 процентов янтарной порошка. Кусочку. Переплавляют их. Добавляют эпоксидную смолу. Внешние изделия один в один. Вот мы камушек смотрели. Ничем не отличаются. Внешней отличий нет. Но свои физические и химические свойства уже совершенно другие. Ходят на дно. В этой лавке мы задержались ненадолго. Тут расположено кафе, туалет и продают сувениры. Советую вам купить в царском селе именно янтарь. Это гораздо интереснее, чем магниты или зонтики. А еще знаменитый зефир, которого не найти за пределами Ленобласти. Старое название города Пушкин – царское село. Имя Пушкин дано в честь Александра Сергеевича. Ведь именно здесь учился великий поэт. А царским селом это место именовали во времена императоров, так как тут находилась парадная летняя резиденция. Лицей, где учился Пушкин, расположен рядом с Екатерининским дворцом. Во дворец мы пойдем потом. Лицей нас пока интересует сейчас. Так вот, в лицее у нас третий этаж. Смотрим третий этаж, рассчитываем. И смотрим то окошко, которое ближе всего вот в этой водосочной трубе, которая около балкончика находится. Нашли окошечко? Александру Сергеевичу помахали все. Давайте все мажем ему ручкой. Как жили лицеисты? Какой была юность Пушкина? Как удалось уберечь знаменитый памятник поэту во время Великой Отечественной войны? На эти вопросы надо искать ответы здесь, в Царском селе. А сейчас мы будем гулять по Екатерининскому парку. Цена входного билета включена в стоимость экскурсии. Екатерининский парк состоит из двух частей – регулярного старого сада и пейзажного английского парка. Старый голландский сад основал по преданию сам Петр I. В нем были устроены прогулочные дорожки и красивые пруды. По указу Петра здесь был построен первый царский дом, вошедший в историю как каменные палаты. Это было небольшое двухэтажное здание. Такой подарок Петр сделал своей супруге – Екатерине I. Это место изменилось и расцвело при Елизавете Петровне. Дочь Петра I любила пышные украшения, золото и роскошь. Елизавета Петровна подписала указ о капитальной перестройке старого здания. Растрелли, главный архитектор императрицы, создал настоящий шедевр. Он же спроектировал павильоны Эрмитаж и Грот. А при Екатерине II в царском селе все было устроено по современной европейской моде. Часть построек прославляет ее царствование, а другая демонстрирует, что сад создан для удовольствий и увеселений. Екатерининский парк огромен. Советую хотя бы раз побывать здесь с экскурсией, чтобы его история для вас ожила. Ведь каждая постройка здесь не случайна. Екатерининский дворец, возведенный архитектором Растрелли в стиле барокко, во все времена восхищал своими размерами и живописностью декора. Лазурный фасад с белоснежными колоннами и золоченым орнаментом выглядит очень нарядно. Дворцовые фасады Растрелли украсил фигурами атлантов, львиными масками и другим влепным декором. Вот он, фасад прекрасный, на 200 метров туда облину идет. А теперь представьте, что все это построено было за тринадцать лет. Елизавета не стала менять название Екатерининского дворца. Он по-прежнему носит имя ее матери, Екатерины Первой. Если вы сомневаетесь, стоит ли идти на экскурсию в Екатерининский дворец, даже не думайте. Конечно, стоит. Это место навсегда остается в памяти. Кстати, снимать и фотографировать в дворце можно. Наша группа прошла без очереди. Тур по Екатерининскому дворцу проводил местный гид. Здесь поражает не только роскошное убранство, но и колоссальный труд реставраторов. Только представьте, все это великолепие было разрушено или утрачено в годы Великой Отечественной войны. А сейчас мы гуляем по залам, которые кропотливо восстанавливали по старым фотографиям. Расположение залов в Екатерининском дворце уникально. Растрелли построил здание так, что парадные комнаты следуют друг за другом. А их суммарная протяженность равняется длине всего дворца – от парадной лестницы до дворцовой церкви. Сегодня мы можем легко представить, каким был вкус Елизаветы Петровны и Екатерины Великой, полюбоваться нарядными парадными залами, изысканными сервизами и увидеть вещи и одежду членов императорской семьи. Янтарную комнату Екатерининского дворца называют «восьмым чудом света». Она окутана множеством легенд и, к сожалению, была утрачена в годы войны. Но сейчас у каждого туриста есть возможность побывать в янтарной комнате и представить себя высокопоставленным гостем Елизаветы Петровны. Я решила поехать в царское село с экскурсией еще и потому, что групповой тур предусматривает проход в парк и Екатерининский дворец без очередей. Если вы захотите побывать здесь своим ходом, будьте готовы постоять вот в такой толпе. Это место очень популярно у туристов. Ставьте лайк, если вам захотелось увидеть царское село своими глазами. А если вы тут бывали, поделитесь впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok